Вот так рука об руку они идут целых 50 лет. Свой полувековой юбилей семья Фроловых отмечает в день почитания святых Петра и Февронии. Здесь, в Химках, Надежда Евгеньевна и Николай Петрович расписались, будучи совсем молодыми. Е19, ему 22. Но уже тогда оба знали вместе на всю жизнь. За годы семейного быта Фроловы научились слышать друг друга и вдвоем преодолевать все трудности. Ссоры какие-то бывают у вас? Очень бывают. Бывают, конечно. Ссоры, обиды. Но потом как-то все сглаживается и мы идем дальше по жизни. Самое главное уступать. И тогда все будет хорошо. Люди многие разные, многие упрямые, не уступают. Но надо уступать. Тогда 50 и дальше, дальше. Большие планы на долгое семейное будущее и у супругов Чудиных. За их плечами 40 совместно прожитых лет. Но глядя на пару, кажется, будто им все еще по 20. Глаза горят, а в сердцах страсть. Ее, говорят, Чудины нужно постоянно подпитывать. Мы можем ехать на машине и 3 часа 5 песни со своими детьми. Детские песни, разные другие песни. И про любовь тоже. Ну, разные, да, бывали. Самое главное, конечно, в семье у нас жена. Правда. Я иногда спрашиваю, Валера, вот если мы принимаем какие-то жизненные решения, вот я говорю, почему ты меня никогда не возражаешь? Он говорит, только потому, что у тебя никогда в жизни ни одного прокола не было. В этой семейной жизни очень важна умная голова. Умная голова, любящая сердце, доброта. Руководствуясь тремя заповедями, в этом году, в День семьи, любви и верности, в законный брак вступают Максим и Юлия. Пара познакомилась в Крыму. Отдыхали с другом на пляже. Я увидел Юлю, она отдыхала с дочерью. Мы пересеклись глазами, и я сразу понял, что это влюбился в мужское с первого взгляда. Девушка ответила взаимностью и уже через полтора года стала невестой. Впереди у новоиспеченных мужа и жены долгая и счастливая семейная жизнь. Любить, верить друг другу, доверять друг другу, чувствовать себя как будто в опоре и быть за мужем, не впереди него, не возле него, а именно за ним. Праздник, посвященный семьям, проводят на главной площади Химок, рядом с памятником святым Петру и Февронии. Его установили здесь четыре года назад, и с тех пор место стало символичным для всех, кто вступает в брак. Сегодня даже 50 лет, и за этой свадьбе уже никого не удивишь. Уже очень много людей, которые подходят или полны сил и проходят через эту дату. И здесь традиционно мы вручаем ежегодно, вы знаете, знак, почетный знак, очень уважаемый, это знак семьи любви и верности, знак Петра и Февронии, ромашка, которые даются семьям за то, что они вложили силы, воспитали детей, внуков. Подарком для семьи на праздники стали не только награды за долгую совместную жизнь. Для всех гостей торжества выступили артисты с музыкальными номерами. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, Новости НИМКИ ТВ